Продолжение следует... Я буду глаголить, какие же игры в ушедшем 18-м году были лучшими. В данном ролике мы расскажем, какие же 10 игр наиболее глубоко засели Бриариусу в душу и сердце, и что важно, только ему. Так что плевать на всякие тематические премии, оценки критиков, популярность этих самых игр. Единственное условие подборки только релизнутые игры без ранних доступов, а также те игры, что еще не были в нашем календаре, по крайней мере до этого ролика. И да, это будет не просто перечисление любимых игр, но и краткий их обзор. Так что будем считать этот ролик расширенной версией забытой рубрики Лайт Обзора. И дабы не сильно тратить ваше время, мы поделим ролик на 2 части по 5 игр в каждой. Это же не топ. На всякий случай приготовьте листочек для записей, ведь вполне возможно некоторые игры вам приглянутся, а вы про них даже и не слышали. То же самое сделаем и мы, ведь надеемся, в комментариях вы напишите и про свои любимые игры 2018 года. В общем, не будем тянуть, вы на канале Nyan Games у микрофона Хаку, и это Лайт Обзор первых 5 из 10 любимых, следственно, и лучших игр ушедшего 2018 года, по мнению нашего пропавшего автора Бриариуса. Ванимайте. Начинает нашу подборку необычная в плане сеттинга экшен-адвенчура Мулака, которая посетила практически все платформы, кроме мобилок в феврале 2018 года. Необычная она была именно сеттингом, ведь мы ни разу не встречали игры про культуру индейских племен Северной Мексики. В центре сюжета, если вкратце, воин, а также шаман племени Тара Хумара, который вступает в борьбу с пророчеством, обещающим приход на землю сил зла, и все в таком духе. Вроде и банально, но с местным колоритом мексиканской мифологии ощущается как-то свежо, и это самое главное достоинство Мулака, но не единственное. Не подкачал тут и геймплей. В целом, это классический аркадный экшен от третьего лица без открытого мира, с элементами головоломок. Бегаешь туда-сюда, лупишь появляющихся существ из мифологии Мексики, побеждаешь здоровенных боссов, разгадываешь простые и не очень загадки. Но! Есть в Мулака и приятные геймплейные особенности. Например, способности вашего героя. Раз уж тут у нас шаман, то он не только может махать копьем, но и превращаться в различных зверей, или же получать их силы. Где-то это нужно в сражениях, где-то для решения головоломок, которые чаще завязаны на перемещении игрока по локации, а где-то для поисков секретов и сундуков. В сундуках мы находим какие-то кристаллы, за которые прокачиваемся. Да, тут есть элементы РПГ, и крафт различных зелий, и бомбочек. И что важно, все названные геймплейные элементы работают, и это главное. Помимо истории и геймплея, Мулака запоминается и визуалом. Вся эта аутентичная лоу-поли картина с яркими, но не кислотными красками радует глаз, не раздражает, а наоборот успокаивает. Несмотря на динамичные схватки со стильными противниками, добавьте ко всему прочему и разнообразные локации, и игра вряд ли вам успеет надоесть. К тому же, на прохождении Мулака у вас удят около 6 часов, что согласитесь, достаточно для аркадной адвенчуры от инди-разработчика. К слову, разработчика тоже мексиканского, что тоже было в новинку. Можно было бы рассказать и про недостатки игры, но вся эта история настолько сильно погружает с головой в приятный геймплей, что замечать их просто нет времени. И желание. Говоря в общем, Мулака довольно нестандартная в плане сюжета экшен-адвенчура с классическими, не новыми, но все же хорошо работающими геймплейными механиками. С приятным визуалом и звуком, отличной оптимизацией и довольно справедливой ценой. Для пары вечеров ради обогащения новыми знаниями о мифологии неизвестной нам культуры мексиканских племен, Мулака заходит на ура. Рекомендуем к ознакомлению. От яркой и доброй Мулака перейдем к более мрачной и нуарной This is the Police 2. Продолжение успешного симулятора-ублюдка-начальника полицейского участка от белорусских разработчиков VP Studios. Во второй части мы продолжаем историю Джека Бойда, не самого положительного копа, который нынче беглец, в этот раз в заснеженных ебенях под названием Шарп Вуд. Несмотря на все попытки сбежать от событий первой части, нашему герою вновь придется взять на себя бразды правления полицейским участком, но в этот раз не ради денег, а ради собственной свободы и жизни. Несмотря на новые локации и цели, This is the Police 2 верна своей прошлой части и в плане геймплея. Мы все так же распределяем доступных копов по всяким вызовам, расследуем всякие преступления, собираем улики, выслушиваем нытье подчиненных, покупаем экипировку для них, надеемся на случай, а в перерывах участвуем в атмосферных сюжетных эпизодах с моральным выбором, прекрасной игрой актеров озвучки и шикарной постановкой в стиле бумажных комиксов. Помимо стандартных механик, в сиквеле появились и новые, например, рейды. Это целый квест с разведкой, планированием, которое завершается самым вкусным, тактическим пошаговым сражением в духе XCOM. Такие задания самые офигенные в игре, ведь только в них решает именно тактика игрока, а не рандом, как во всем остальном. Но, к сожалению, их не так много, как хотелось бы. Помимо прочего, во второй части разработчики решили не делить копов на патрульных и детективов. Решение довольно спорное, ведь полицейских для рядовых заданий и без того не хватает, а тут их еще и на расследование отправляем. Так чем же игра запала в душу Бриариусу за исключением тактических сражений, спросите вы? А мы ответим. This is the police 2. Это все такой же крепкий на сюжет симулятор полицейского участка, с мощными диалогами, озвучкой, постановкой, стильным визуалом, разнообразием событий и их развязок. Но самое главное в игре это персонажи. Сказали бы, что герои, но героями тут назвать попросту некого. Абсолютно. Все редкие мрази, которые думают только о своей шкуре. Что основные персонажи, что подчиненные. И вот именно персонажами игра и цепляет. Они не пустые NPC, они практически живые. Они как люди. А люди, те еще твари. Говоря в общем, если вам по душе депрессивной истории про далеко не самых положительных героев, приправленные добротным менеджментом со случайными событиями и крепкими тактическими сражениями, то This is the police 2 однозначно вам понравится. Фанатам оригинала так точно. Не понимаем за что и почему многие игроки не взлюбили Earthfall, кооперативный шутер от первого лица в духе старых добрых Left 4 Dead. Да даже не в духе, а практически полное заимствование, только более современное и в другом сеттинге. Замес Earthfall банален. Так на Землю рухнул неизвестный космический объект. Сперва случился мощный электромагнитный импульс, вырубивший всю электронику на планете. А затем случилось торжение. Космическим объектом оказался космический корабль, откуда повылазили кальмароподобные твари и начали захватывать планету. Вы один из группы выживших, пытаетесь не только сохранить свою жизнь, но и по возможности отправить к прокальмарам как можно больше пришельцев. И это все на протяжении парочки кампаний, что насчитывают чуть более десятком миссий. Миссии довольно разнообразны. Тут вам и простое перемещение тела из точки А в точку Б, и сопровождение транспорта, и оборона объекта, и сражение с боссами, и ношение всякого хлама, и так далее, и тому подобное. Помимо прочего, есть и режим Орды, он же режим выживания, но к сожалению, нет ПВП режимов с возможностью играть за пришельцев. Но кто сказал, что его не добавят со временем? Раз уж Earthfall в первую очередь шутер, то немалую роль играет в игре доступное оружие, и его тут достаточно. Здесь вам и классические пистолеты, дробовики, автоматы, снайперские винтовки, а также необычные инопланетные пушки и старые добрые миниганы с гранатометами. Помимо прочего, в Earthfall есть и гаджеты, вроде устанавливаемых турелей, автоматических и управляемых игроком, а также всякого рода баррикады на двери и окна. Про гранаты, аптечки и усиления говорить не будем, тут все и так понятно. Разнообразный Earthfall и противники. Помимо стандартных и наиболее многочисленных рядовых врагов, имеются тут и шустрые ассасины, и подрывники, и летающая тварь, усиливающая всех остальных кальмаров, и телепортирующиеся боссы, и громилы, и прочие не менее опасные враги. Не сказать бы, что ведут они себя разумно, и потому всегда берут количеством. К счастью, патронов и оружия хватит на всех, и все благодаря фирменному 3D принтеру. И вот, казалось бы, все в Earthfall есть, и интересные противники, и динамичные миссии, и приятная стрельба из разнообразного оружия, и захватывающие локации. Добавьте, ко всему прочему, отличный графон с оптимизацией, наличие кастомизации оружия и персонажей, а также полностью бесплатные дополнения, что нынче редкость. Но народ игру не взлюбил, а вот за что непонятно. Да, нового Earthfall мало. Многое мы уже видели в том же Left 4 Dead, Vermintide или Payday. Но разве это плохо? Как мы считаем, нет. Как и считаем, что Earthfall отличный кооперативный боевик без намека на игру-сервис, и который придется по вкусу всем, кто устал ждать Left 4 Dead 3, и остался разочарован от Overkill's The Walking Dead. В общем, рекомендуем. Уже второй год подряд, надеемся, что в будущем и традиционно, в наш личный топ игр попадает игра Overcooked. В этот раз, часть номер 2. Как и в прошлый раз, это все еще лучшая игра для компаний друзей на одном экране. И самая угарная, но теперь еще больше, разнообразнее, безумнее и с поддержкой онлайн-кооператива. Overcooked 2 – это аркадный кооперативный симулятор-поварят. Цель игры – выполнить как можно больше и быстрее всякого рода заказы, приготовить пиццу, суши, суп, бургеры, картошку фри, гарниры и так далее. Да вот только сделать это не так уж и просто. Как и в оригинале, Overcooked 2 выделяется на фоне какой-нибудь Dino Bros. Довольно забавными картами-локациями, которые всячески усложняют игровой процесс и выполнение заданий. Думаете, легко готовить блюда, находясь на разных плотах или воздушных шарах? А как вам постоянно перемещающаяся платформа с игроками, которая не дает нормально дорезать нужный кусок мяса? Не будем забывать и про классические для серии пешеходные переходы, льдины, рабочие места на колесах, разделение игроков по определенным зонам и тому подобное. Ну и напоследок блюд стало больше, как и способов их приготовления. Что же касается отличий от первой части, так их практически нет, разве что появилась возможность кидать ингредиенты прямо в руки напарнику. В остальном Overcooked 2 верна себе, а это и хорошо, и плохо. Все-таки порой хочется и чего-то новенького. Но если вы не играли в первую часть, и вам хочется чего-нибудь угарного для компании друзей, но при этом у вас нет возможности играть на одном устройстве, то Overcooked 2 это то, что вам нужно. Ведь напомню, что в игре в конце концов появился онлайн-кооператив, которого не было в оригинале. А это однозначно хорошо. Плюс вторая часть работает гораздо лучше первой, несмотря на то, что и выглядит покрасивше. Вот только русский язык не завезли. А без него порой непонятно, как готовить то или иное блюдо. Но только порой. В остальном, как и оригинал, однозначный мастхев. Не проходите мимо. Так уж сложилось, что Бриариус в 2018 году немного ударился головой о шлем виртуальной реальности. И ему понравилось. Вот только не все игры из множества ему конкретно запали в душу. Да и вообще, их было только две. Первая – медитативная, но захватывающая Downward Spiral Horror Station, обзор которой есть на нашем канале. А вторая – Apex Construct, про которую мы сейчас и расскажем. Apex Construct – это сюжетная экшен-адвенчура с головоломками, разработанная силами Fast Travel Games для шлемов виртуальной реальности. По сюжету мир поработили два искусственных интеллекта. Вы – единственный выживший человек, берете в руки энергетический лук и начинаете выяснять, как вообще произошла гибель человечества и что вообще теперь делать. Перемещаясь по множеству сюжетных миссий, мы не только будем отстреливать разнообразных роботов-врагов, но и решать всякие головоломки. Говоря о последних, то они не сказать бы, что разнообразные или сложные. В основном, тут нужно либо найти какой-то предмет, либо ввести нужную комбинацию паролев. Вручную, что прикольно. Прикольный тут и сам процесс отстрела неприятеля, а также сражения с боссами или оборона консолей. Да, стрельба из луков в играх на VR не редкость, и даже классика. Но вот именно в Apex Construct она работает так, как надо и не напрягает. Плюс для каждого из противников необходимы определенные типы стрел, а вражеский залп можно не только избегать, но и блокировать энергетическим щитом на луке. Помимо же сражений, в игре есть и сбор энергии, с помощью которой можно либо покупать стрелы и аптечки, либо прокачивать своего персонажа. Так чем же запоминается Apex Construct? Во-первых, это не тир, как это обычно бывает. В игре мы хотя бы можем перемещаться, и от этого перемещение не воротит, как это было в Seeking Down. Все благодаря разнообразию настроек, начиная от телепорта, заканчивая плавным передвижением, как это было бы на геймпаде. Во-вторых, в Apex Construct шикарный визуал, с поистине захватывающими локациями и интересным дизайном врагов. В-третьих, в игре интересный сюжет, прекрасная озвучка и потрясающий звук. Говоря в общем, если у вас есть любой из шлемов VR, или же есть возможность посетить клуб виртуальной реальности, и вам хочется чего-нибудь атмосферного и динамичного, с крутым визуалом, то Apex Construct, на наш взгляд, определенно стоит опробовать. На этом мы закончим первую половину ролика. Увидимся уже совсем скоро во второй. Оставайтесь на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова